Добрые волшебники Добрые волшебники леса, похожи на поэтов и художников. Природа дарит людям чудеса, а мы ее помощники. Таких маленьких, но не по годам ответственных помощников у лесов Ленинградской области с каждым годом все больше и больше. Все они занимаются в школьных лесничествах, которые начали возрождать при сельских и городских школах. На данный момент экологических объединений уже 12, а юных лесничих в Ленинградской области почти 500 человек. В школьном лесничестве я с 5 класса. Решила я вступить, потому что считаю своим долгом помогать природе, помогать России. Нравится ли мне это? Наверное, да. Я чувствую, что я нужный член нашего общества. Мне нравится работать в школьном лесничестве, так как это интересно, это практика, это общение с ребятами. А самое главное, это озеленение наших лесов, которые не все, так скажем, уцелели. Некоторые сгорели, а некоторые вырубают. Да, я узнал огромное количество информации о, например, Финском заливе, о лес Ленинградской области, об особенностях этого леса, об особенностях жизни в нем, о том, как нужно его защищать и как нужно его улучшать. Ездили в Линдовскую рощу, в Саблинские пещеры ездили. Это интересно, ты узнаешь что-то новое. Одна из главных задач школьных лесничеств – воспитать в детях бережные отношения к природе родного края, научить их вести себя в лесу, развитию школьников, узнавательный интерес к жизни леса и его обитателям. У движения школьных лесничеств богатая история. Первые объединения при советских лесозах появились почти 70 лет назад. Под руководством работников лесной охраны ребята знакомились с жизнью леса, вели пропаганду по охране лесов от пожаров, следили за чистотой окружающей среды. Современные школьные лесничества многое унаследовали от своих предшественников. Я считаю, что это очень эффективный метод организации работы школьников, потому что это трудовое объединение. Ребята учатся общаться, работать, получают коммуникативные навыки. А самое главное, что они выполняют социально ориентированную деятельность. Они видят результаты своего труда. И, конечно, их результат – это их гордость. В Ленинградской области программа по развитию школьных лесничеств действует уже четвертый год. Она утверждена рослесхозом и финансируется из областного бюджета. Я думаю, что эта программа очень важна именно для реализации ее в школьном возрасте, потому что в этом возрасте дети впитывают вот эту основу, когда они понимают, что если не мы, то кто же. Если не мы будем беречь лес, то кто тогда это сделает. Поэтому это все очень важно воспитывать именно со школьного возраста. Очень рада, что не просто нас организовали и забыли про нас. Нет, не забыли. Программа ведется, работает. Мы смогли приобрести оборудование для исследования, мы смогли приобрести инвентарь для лесничества, форму, экскурсии. Ну, в общем, очень много всего. Это была такая программа для нас очень полезная. Тем более, так редко какие-то средства перепадают, знаете, вот так вот вдруг. Поэтому мы очень благодарны за то, что эта программа существовала и существовать будет вот еще один год и надеемся на ее продолжение. За то, чтобы продолжать и взрослые лесничьи. Работой своих младших коллег они очень довольны. Это только кажется, что на 8 миллионов гектаров лесов Ленинградской области 500 маленьких помощников все равно, что капля в море. Один человек – это уже боевая единица, скажем. 10 человек – это огромная сила. Тем более дети. Ну, вы сами подумайте, если, допустим, взрослый к вам какой-то подойдет человек и скажет, да, там, что не надо разводить костер, вы как-то даже еще не прислушаетесь. А если к вам школьник подойдет, ребенок, это скажет, что здесь нельзя мусорить, здесь нельзя разводить костер, здесь надо поосторожнее, там, с сигаретами, то к детям-то как-то даже больше прислушиваются. Мне так кажется, на мой взгляд. Огромная работа. 10 человек – это сила, скажем так. За каждым из 12 школьных лесничеств закреплен свой участок леса. Там проходят практические занятия. Ребята учатся делать замеры, знакомятся с флорой и фауной родного края. Конечно, сами сажают деревья. На счету многих ни одно и ни два, а десятки сосен и елей. То, что сказано на уроке, оно услышано, а то, что закреплено своими руками, оно останется на всю жизнь. Ребята четко знают, как посадить дерево, зачем пропалываем, зачем расчищаем значение муравейников в лесу и других насекомых и животных. Каждый год участники школьных лесничеств встречаются на соревнованиях и олимпиадах, которые проводятся на территории Ленинградской области. Победители ездят на всероссийские слеты. И многие уже решили связать свои профессии с защитой и охраной природы. С помощью лесничества очень сильно изменилось отношение к лесу, потому что здесь учат обращаться к нему бережно и по-настоящему любить. И я думаю, что, возможно, даже свою будущую профессию именно благодаря этому я свяжусь с экологией, с биологией. После этого класса я буду поступать в Лисино на лесное и лесопарковое хозяйство. Я думала пойти в МЧС, я буду учиться в МЧС. Мне нравится помогать людям, мне нравится спасать жизни людей, помогать лесам. Буду спасать леса от пожаров. Мы сами написали в лесной зеленой книжке о том, что есть у леса надежные друзья. Такие же девчонки, такие же мальчишки, такие же счастливые, как ты и я. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!